Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Лента, в студии Тамара Авоян. Сегодня в программе. От теории до практики студенты строительного колледжа проходят профориентацию. Строительная профессия – это одна из основополагающих профессий, на которых стоят страны. «Сказка зовет» – премьера спектакля в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Для детей включаешь сказку. Не так много сказки сейчас в их жизни. Мы стараемся это делать. А теперь об этих и других событиях подробнее. В Артеме завершается подготовка к отопительному сезону. Объекты жилищного фонда и соцкультбыта к зиме готовы. Капитальные и текущие ремонты сетей водоснабжения и водоотведения выполнены на 100%. Электроснабжение на 95% и теплоснабжение на 98%. В округе проводятся завершающие гидравлические испытания на прочность и плотность магистрального трубопровода и внутриквартальных тепловых сетей. Как сообщили в Управлении жизнеобеспечения и администрацию округа, все недочеты прошлого отопительного сезона учтены и исправлены специалистами. Отопление в Артеме планируют включить 15 октября. Состоялся выезд на улицу 2-я в селе Кневичи, где Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморья был перенесен светофор и оборудован новый пешеходный переход. Некоторые жители села выразили опасение, что новое местоположение «Зебры» может быть небезопасной за отсутствие тротуаров. Первый заместитель главы администрации округа Алексей Литвинов совместно с представителями Управления благоустройства осмотрели участок дороги, который вызывал вопросы у населения. Сейчас школьники могут безопасно пересечь дорогу от школы номер 22. От тротуара по переулку Русский можно пройти через пешеходный переход, затем вдоль дома номер 109 по улице 2-я, выйти к пешеходному переходу на краевую трассу и нажать на кнопку вызова зеленого сигнала светофора. Здесь будет дополнительно оборудована часть тротуара. С обратной стороны в районе дома номер 94 по улице 2-я через Кувет также оборудуют часть пешеходного тротуара. Работы выполнят уже на этой неделе. Напомним, что раньше светофорный объект и пешеходный переход находился перед остановкой «Школьная» в районе дома номер 105 по улице 2-я, что не соответствовало правилам дорожного движения. Было принято решение о переносе светофора и пешеходного перехода в безопасное место. Студенты Приморского строительного колледжа побывали на месте строительства многоквартирного дома. Как теперь проходит практика у строителей второкурсников, расскажет Виктория Летита. Ну что, готовы? Да. Заходите, заходите, проходите все. Значит, смотрите, ребят, объект действующий. Будущих строителей встречает директор компании. Сегодня он не просто гид, а учитель, который на практике рассказывает и показывает, что такое строительство многоквартирного дома. Объект в 13 этажей почти завершен. На придомовой территории началось благоустройство, а внутри идут отделочные работы. Далее вы накидываете туда, значит, арматуру, сетку арматурную, да? Единственное, что делаете так, чтобы она вот сюда вот не выходила. Ребята получают специальность мастер общестроительных работ, учатся на втором курсе. Экскурсия за делом на будущее. Впереди преддипломная практика, и директор приглашает пройти ее на его объектах. Тем более, что неподалеку началось строительство второй многоэтажки. А пока можно подработать в качестве отделочников. Мы изучаем такие профессии, как каменщик, монтажник, сварщик, арматурщик. В общем, все работы, касающиеся строительного процесса. Ребята учатся с интересом, мы изучаем теорию, затем они закрепляют эти знания на практике. Ну и вот сейчас у нас стоит вопрос, то, что они подходят к окончанию третьего курса, подойдут к окончанию, и с выбором профессии. Поэтому у нас задача была прийти на строительный объект и именно вживую посмотреть, что собой представляет стройка. В будущем хотел бы заняться строительством из быстрособираемых конструкций, из профриста. Сначала просто научиться работать, как обычный строитель. Потом можешь высшее образование получить, стать прорабом, уже самому командовать стройкой. Руководитель стройки рассказал, как мы работаем, как у нас будет происходить рабочее действие. То есть, ну, очень интересно, есть желание дальше продолжать учиться, ну, и приходить на стройку, получать новый опыт, работать. Всю жизнь на стройке, да, соответственно, вот смотрите, самое-то главное, да, поиск, страховка. Директор на примере экипировки стропольщика с многолетним стажем показывает, как важно соблюдать технику безопасности. Стропольщик – это специалист, который умеет правильно подавать груз на высоту. В его арсенале различные грузозахватные приспособления – стропы, траверсы, захваты, закрепляющие груз на крюки подъемного механизма. На самом деле строительных специальностей много. Главное, чтобы студенты выбрали себе направление по душе. Я хочу заразить их любовью к строительству. Я хочу, чтобы они поняли, что все-таки профессия, строительная профессия – это одна из основополагающих профессий, на которых стоят страны. Поэтому, если у меня это получится, хотя бы 10-15% тех студентов, которые сегодня к нам пришли, они все-таки свяжут жизнь со строительством. Я считаю, что это очень хороший показатель. Потому что сейчас у нас мы испытываем дефицит кадров. У нас сейчас работают многонациональные бригады. И все потому, что наш рабочий класс мы не воспитали. Сейчас то уникальное время, когда мы действительно должны сосредоточиться на воспитании рабочего класса, чтобы в течение 5, может даже 10 лет заместить профессионалами, именно российскими, молодыми ребятами, которые любят свое дело и будут работать на благо страны. Профессия строителя сейчас на рынке труда – одна из самых востребованных и хорошо оплачиваемых. Наш город активно развивается, строится, реализуются масштабные проекты. Поэтому без работы хороший специалист никогда не окажется. Виктория Летита, Егор Бондаренко, Артемовский телеканал «Лента». В Артеме проходят профилактические мероприятия под названием «Грузовик». Во время их проведения сотрудниками полиции зафиксирован факт дачи взятки. Водителя ждет уголовная ответственность. На территории Артемовского городского округа проходят профилактические мероприятия под названием «Грузовик». Находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Махалина, наряд Дорожно-патрульной службы ОГИБДД отдела МВД России по городу Артему остановил для проверки документов грузовую автомашину. За рулем транспортного средства находился 30-летний гражданин. В ходе проверки документов выяснилось, что у водителя отсутствовала диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Также в кабине автомашины отсутствовал тахограф. Гражданину было предложено пройти в служебный автомобиль для составления административного протокола. Находясь в салоне транспортного средства, желая уйти от ответственности, правонарушитель предложил инспектору Дорожно-патрульной службы денежное вознаграждение в размере 3 тысяч рублей. Сотрудник не принял денежные средства и сообщил о случившемся в дежурную часть. На место происшествия прибыла следственная оперативная группа территориального отдела полиции. Факт дачи взятки должностному лицу задокументирован в установленном порядке. В отделе дознания возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении гражданина полицейские также составили административные протоколы за нарушение правил дорожного движения. В социально-реабилитационном центре состоялся показ спектакля «Сказка зовет», который реализуется при поддержке администрации Артемовского городского округа на средства субсидий из бюджета округа. Подробности у Вероники Климовой. Спрятался внутри глиняного кувшина в харчевне трех пискарей и заставил Карабаса-Барабаса рассказать тайну. Это выражение из сказки «Золотой ключик» Буратино. Для посетителей Артемовского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних состоялся первый показ спектакля в рамках проекта «Сказка зовет». Прежде всего это реабилитация, потому что дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, нуждаются как никогда и как никто. Именно в таких вот моментах, когда надо проявлять какие-то свои творческие способности, что может их отвлечь от каких-то негативных моментов в жизни. Ну, данное мероприятие, данный проект «Сказка зовет» именно для этого реабилитационного центра, хотя в дальнейшем мы можем его также и на других площадках развивать. Ну, дети очень интересны. Предварительно мы попросили работников реабилитационного центра, чтобы они поработали с детьми. То есть был проведен показ художественного фильма, нашего старого советского фильма «Буратино». Детям, конечно, он очень сильно понравился, несмотря на то, что он, в принципе, в рамках старых традиций. Но, тем не менее, сюжетная линия персонажей, это все было очень принято с добром. Ну, и дети очень радуются. Полный проект включает в себя два театрализованных представления и восемь творческих занятий. Ребята будут делать различные подделки рисунки, направленные именно на развитие творческих способностей. Возраст детей от пяти до четырнадцати лет. Например, кот Базилио очень запомнился детям. Он был харизматичный и общительный. Я слепой, я ничего не вижу. Ну, мошенники плуты украли золотой ключ от сундука. Но в итоге они его отдадут. Мы откроем сундук и подарим детям подарки. Мне очень нравится участвовать в этих мероприятиях. Это позволяет и погрузиться в атмосферу, и понимаешь, что делаешь какое-то доброе дело для детей. Включаешь сказку. Ну, не так много сказки сейчас в их жизни. Мы стараемся это делать. Также лиса Алиса. Она такая хитрая и настоящий руководитель в комичной парочке с котом Базилио. Она злой гений, чьи указания приходится выполнять. Алиса участвует в дележке денег, пытаясь обмануть приятеля кота, свалить на него вину за все возможные недоразумения и предлагает хитроумные планы. Злые персонажи, негативные персонажи, мне всегда кажется, что они больше запоминаются у детей, потому что это вот такой баланс между добром и злом. Когда злые становятся добрые, добрые иногда становятся злыми, но это извечные такие философские темы. И дети тоже очень быстро включаются в эту историю. Мне кажется, каждая женщина плутовка в жизни. Без женской хитрости мир бы стоял на месте. И только женская мудрость и хитрость продолжают порождать движение вперед. И это точно. Сказка Буратино закончилась для детей положительно. Они все-таки отыскали золотой ключик и получили свои сладкие подарки. Веренка Климова, Иван Петров, Егор Бондаренко, Артемовские новости, телеканал Лента. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»